Детский сад или секта? Ответ на этот вопрос ищут в Сормовском суде. Там судят последовательницу учения Фалуньгун. В Китае это движение жестко преследуется. В Нижнем Новгороде учением уже интересуется ФСБ, но судят Юлию Карпову не за это, а за организацию незаконного детского сада. В детсад она превратила обычную квартиру. Соседи регулярно замечали что-то странное. Каких-то женщин приводили молиться. Днем у них детский сад, а вечером у них была морения. Там часто свет горит. Там приходили взрослые тети, дяди, женщины, что-то там руками, какие движения. Ну вроде бы как будто это какая-то секта. Ко мне подходили сотрудники ФСБ и спрашивали меня, а что там у вас дети делают, не рассказываете ли вы им про излечение органов, ну или про практику Фалуньгун. И вообще это странно, что ФСБ интересуется детьми. Из информации, которая была представлена на стендах о расписании занятий, программы, которые реализовывались в детском саду, все это как раз говорило о том, что действительно ведется образовательная деятельность. Очень много кассет у них нашли каких-то без подписей, каких-то фильмов, печатных изданий каких-то непонятных. Я занимаюсь этой практикой восточной уже достаточно давно. Для меня основной принцип, конечно, это нравственность. Но, естественно, я открыл домашний детский сад, потому что я вижу, что это нужно людям. Мы принимали детей от полутора годовалых ребятишек, потому что многим мамам надо было выходить на работу, им не дали места в детском саду, где есть образовательная деятельность. А они просто привели в этот детский сад, чтобы был хороший уход за детьми. То есть мы просто их учили добро. Подсудимые могут ждать до двух лет лишения свободы.